Ну вот пока солнышко еще есть и дачная карате еще имеет право на существование в этом году Ну впрочем зимой тоже можно тренироваться, но снимать довольно сложно Еще раз о верховых ударах ногами Ну для того, чтобы хорошо ударить, надо уметь хорошо поднять ногу Ну одно дело поднять колено, прямое поднятие колена Ну в принципе для того, чтобы наносить удар коленом, надо поднимать его до плеча Вот свободно поднимать до плеча Я думаю, что, ну точнее не думаю, я несколько раз замечал, что взрослые люди как-то с большим трудом это делают Вот поднять ногу коленом к плечу тяжело, тем более что отсюда идет удар проникающий Ну конечно он идет не с места, а довольно мощный удар Надо понимать И тут бить высоко не надо, потому что очень часто видим удары в миксфайте Раз и пролетает мимо головы Ну потому что чуть-чуть не достал, а если даже достал, ну чиркнуло И лучшие из таких верховых ударов, это удары по такой восходящей траектории Когда попадают внешней стороной пальцев куда-то в область головы или по рукам отбивают руки Но в любом случае хороший удар идет по горизонтали Вот или как бы в одной плоскости Удар по горизонтали может быть нанесен достаточно мощный А вот выше, ну физиология такая Может быть у кого-то с детства есть какая-то природная гибкость И человек может поднять ногу выше чем под 90 градусов Ну я вот уже и по возрасту, ну вот левая у меня рул лучше поднимается Правая хуже поднимается Иногда кажется, что вообще не поднимается А мах прав, вперед Ну довольно, вот я сейчас даже не размятый Могу довольно высоко поднять Мах в бок Все, дальше не могу поднять Ну и какой я удар могу нанести Вот только по траектории такой повышающейся И то мне надо ногу вот в этом месте уже поднять достаточно высоко И удар ослабевает из-за того, что в бедре растяжка достаточно слабая И она начинает тормозить То есть если я хочу ударить повыше У меня сама собой, собственная физиология начинает притормаживать мои движения Вот поэтому удар высоко, хорошо Ну во-первых, разминаться надо Бог ты мой, сколько раз надо поднять ногу Чтобы потом ударить где-то на мыском Ну вот в область корпуса Или вот с вариантом повышающей удар Это что-то такое среднее между мая и малаши Да, можно залудить Ну куда-то в область Может быть даже и головы Вот если я так стою Ну вот я попал куда-то Чуть-чуть человек пониже или чуть подсел Попадет Когда очень хочется, то попадешь Если очень хочется Но очень сильно попасть практически никогда не удается Как бы человек ни старался там выйти на этот удар Ну все Для того, чтобы удар был сильным Надо, чтобы центр тяжести пошел вперед А для того, чтобы нога осталась высоко Надо растянуться То есть растяжка должна быть очень хорошая И это только специальными тренировками И в определенном возрасте достигается То есть среднему человеку Стремиться что-то там достичь Вот ударить в голову Да там повыше Бесполезно и Совершенно не нужно Мы даже видим, что Чемпионские удары в голову Проходят ну крайне редко Крайне редко даже просто приближаются к цели Ну по рукам попадет Вот бывает, что попадает Мне вот попало Как-то было не так давно в прошлом году Да, такое состояние неприятное Но попасть-то удалось только один раз Если бы это было Ну скажем так Я не был еще готов к такой рубке И в этот момент И пропустил такой удар И тоже он это не был классический маваш Чтобы вот траектория была такая А еще лучше Если бы она сверху вниз Да Вот Так да Это замечательно Хорошо Как лоу-кик пробивают Сверху вниз Да, это замечательно Но надо иметь рост Наверное где-то 2,5 метра И такие вот ноги Как столбы Тогда может быть При большом росте Имеет смысл Но если я вот буду считать Что у меня соперник вот такой высоты То есть Метр с кепкой Что называется Да я вот эту кепку могу конечно нанести удар Но выше не получится Выше-то не получится Поэтому особо стараться Ну так для разнообразия Какие-нибудь попробовать Удары повыше Можно И когда отклоняешься То вроде удар идет выше Но тогда Центр тяжести идет От противника Должен идти на противника И в сторону удара Чтобы загрузить как следует Чтобы загрузить как следует Вот Я туда должен войти А если я Отклонился Эть Ну я только могу Если точно попаду В какое-нибудь Я не знаю Ребро например Можно сломать В голову Попасть таким Отклоняющимся ударом Довольно тяжело Ну вот я чуть-чуть болтается Мешок и Уже Непонятно в какое место бить Да Мне нравятся хорошие удары на скачке Ну люди обычно ходят Вот как они ходят Так и И вроде бы этот вот удар И вот мы Так и пошли Шаг одной Шаг другой И удар Да Да Или с правой Пошел Да И добавил туда Куда-нибудь Быстрый подскок Вперед идет Задняя нога Но Передняя тоже начинает движение Это как вот этот Удар Супермена Вот И так же у нас Со сменой Со сменой положения ног Идет Какой-нибудь удар Тренировать Вот долго стоять И бам-бам-бам-бам Бесполезно Надо все с ногами С ногами Чтобы ты мог толкнуться С любой дистанции Любого направления Даже далеко Все равно достал Да Достал А потом Остановил Вот если я пробил сюда То противник Вряд ли останется На этом месте Поэтому Пробиваю сюда А потом уже бью Такой уже удар И отошел Отбил Ударил Или загрузил руки Вот так Руки У противника Стоят Загрузил И пробил Или под эти руки Смел Смел Ну и здесь тоже Из этого положения Какую-то оборону Надо Тоже как-то Мои дети Выступали На соревнованиях Довольно хорошо Проходил удар Привыкли держать Внизу Бам Просто сверху Сверху в лоб И скользячкой По носу Вот такие действия Вот на скачке Сбоку Тут объясняют Что Удар такой мощный Слева он силен Только тем Если попадает Попадает в челюсть Здесь же надо Завернуться В эту часть Поэтому Хотим ударить Левой Обозначаем Правой Бьем левой Причем Заметим Для бокового удара Заметим Для бокового удара Как близко Надо подойти Если рука У нас Как у боксеров Идет Вот Лучше Прямой бить Просто с отходом Бок Прямой Раз Да А вот этот удар Боксеров хорошо Они Стараются Так чтобы Не в кисти Были Вообще Такие Железные Неподвижные А в карате Иногда Доводка Вот эта Очень хорошо Идет И вкручивание Кисти Не просто так Бэм Тупо ударили А вкрутили Туда Вкрутили Вот Поэтому Если боковой То вот этот Свинг Правый Обозначили Левый Свинг Левый Обозначили Правый Свинг И на Шаги Вот Обозначили И ударили Удар Очень сильный Получается Вот Но это Тоже Надо Бить В обводку Ну здесь Хорошо защищен Человек Или Бегает Хорошо Отступает Вот мы Бьем Раз Два Удар Коленом Тут Не очень Удобно Потому что Надо Схватить Противника Или Он идет Вперед И напарывается На это На это Колено Не очень Удобно В захвате Боковой Удар Коленом В печень Очень хорошо Идет И Несколько Но здесь Тоже Надо Выносить Ногу Как на Малаше Лучше Всего Ну Можно Если Коротко Есть Некоторые Уникумы Которые На скачке Пробивают Коленом Да еще В голову Но это Тоже Надо Иметь Такие Грабли Есть Такие От природы Талантливые Люди Они Могут Могут Это Делать Есть Желание Что-то Возьмете Из того Что я Рассказал Или Показал Вот Я уже В том Возрасте Когда Больше могу Рассказать Чем Показать К сожалению Ну Всегда Приходит Этот Возраст И С возрастом Минимизируется Арсенал Вот И Даже В Кумите Суетиться Не надо Вот эти Удары По воздуху Который Особенно В миксфайте Раз Так И вот И летит Там чуть ли не Выше Выше Голова Можно Махнуть А потом Провести Что-нибудь Махнул И тут же Провел Ну Поскольку Противник Будет отступать Он не будет Стоять На месте Вот Раз И Пробил Раз Да Есть удары Трудно Вот Эти удары Надо Отрабатывать Удары Пальцами Потому что Сильно Ударишься Пальцы Сломаешь Я думаю Что здесь Как раз Ключевой момент Который я почувствовал Может быть У кого-то Он другой Надо Отдергивать Вот здесь Нельзя Ткнуть И Удерживать Как Ударь Кулаком Все-таки Это косточки Довольно Тоненькие Плотно Их надо Держать Но не так Плотно Чтобы Они Сломались Поэтому Чуть-чуть Такой Лодочкой Вниз Если Они Сгибаются То Они Сгибаются В физиологически Правильном Направлении Ну Вот Кто Хочет Попробовать Постучите Себя По Ребрам Поймете Что Иногда Это Например Чтобы Остановить Противника Который Ну Как-то Сильно Зазнался Превратился В вашего Противника В какой-то Бытовой Ситуации Вот Ну Это Скажем так Пальцами В корпус Не очень В горло Да В горло Ну Куда Сильнее Мощнее Удары Даже незаметнее Потому что Не надо Выводить Руку Вот она Отсюда Идет И Наносит Удар Или Если Противник Так вот Стоит Неудачно Вы можете Так от него Отмахнуться Да ладно И Ударить Сюда Он Он Конечно Отступит Если Бросится В бой Вы ударили Он в бой Еще туда Кинули Вот А так В принципе Все на этом Кончается Или Легкий удар Подбородок Но не такой Чтобы сокрушить Это же Не на ринге Когда мягкие перчатки Смягчают удар А так Эти удары Особенно у тяжеловесов Они могут быть Просто смертельными Поэтому Легонько Все Можно даже Чуть коснуться Человек понял Что вы готовы К бою Раз И встали Раз Ртошли Да Левой так же Да Вот так Раз Все Идет он дальше Хорошо Начинает на вас Ну такое Решительное движение Тогда вперед И ломать Если уж Так хочется Человеку испытать Испытать себя Вот Главное Чтобы Это испытание Для вас Не кончилось Плачевно Ну В том числе И чтобы вы Не нанесли Непоправимого Вреда Неадекватного Тому Который В общем-то Следует Из поведения Партнера Если конечно Он выхватывает нож И идет на вас То здесь Ничего вас Не должно сдерживать Кроме Опасности Нанести себе Какое-то поражение Вот Человек на вас Бросается ножом Лучший вариант Когда он С этим ножом В горле Остается лежать Вот И на ноже Только его отпечатки пальцев Я не могу провести К сожалению Занятие по самообороне От ножа Потому что Нужен партнер Вот Но я надеюсь Что когда-нибудь Мы запишем Такой ролик С разъяснениями Вот Ну там все эти Движения Скручивающие Они тоже хороши Когда Противник у вас Близко Его захватили Ударили Потянули Рука у него Куда-то пошла Там В вашу сторону Захватили И Отломили Занимайтесь Дачным каратэ А желательно Не только дачным Спортзалы вас ждут Дорого Да Вообще Женить Довольно Дорогая штука Лучше Тратить деньги На поддержание Себя в спортивной форме Чем на Закуску Выпивку Всякие там Ночные клубы Кафе И Всякие шумные Компании С обильными Возлияниями С чего угодием И разложением Всяких моральных нравов Давайте будем стремиться К тому чтобы Жизнь для нас Была наполненной В том числе Физическим здоровьем Уверенностью в себе Психологическим комфортом Несмотря на все испытания Если Господь Бог Нам посылает Эти испытания Мы должны Стоически их Принимать И Выживать В этих условиях Как только мы можем А боевое искусство Дает нам Хорошую основу Для этого Выживания Компания 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 Какие дела Занимайтесь каратэ Боевыми искусствами